Знаете, чтобы семейные отношения не превратились в рутину, надо хоть изредка выходить из дома вдвоем. Можно даже с мужем. Итак, представьте, семья, ресторан, романтический ужин. Вообще не понимаю, что мы сюда пришли. Я и есть не хочу. Володя, моя подруга подарила нам сертификат в ресторане для того, чтобы мы тут ели. А чтобы мы провели время вместе. Она хочет помочь нашему браку. Настя, знаешь, что поможет нашему браку? Что? Если твоя подруга перестает тебе звонить, говорит, что нашему браку нужна помощь. Хорошо, хорошо. А если тебе плевать на наши отношения, пошли домой. Пошли домой? Пошли домой. Пошли домой? Ну пошли, давай, поднимайся, пошли. Я иду? Ну иди, давай, пошли. Здравствуйте, меня зовут Виолетта, и я буду вашим официантом. Настя, нам нужно остаться. Ну все-таки ради наших отношений. Девушка, а почему вы так одеты? Ой, то есть раздеты. Это тематический ресторан с эротической направленностью. У нас весь персонал обслуживает клиентов абсолютно без одежды. Знаете что, не надо нас обслуживать. Мы покушать пришли, но уже уходим. А я, а я, а я, я бы остался. А я бы остался. Оставайтесь, у нас очень интересное меню. Но ты же не хотел есть. Ну знаешь, аппетит приходит во время еды. Можно меню тогда? Да, конечно. Это я... А можно еще одно меню? Да, да. Ага, постное. Ну давайте постное. Вова, пост уже закончился. Я и на будущее. Ну вы пока определяетесь, если что-нибудь понадобится, просто нажмите на вот этот вот звоночек. Хорошо. Да, да. Я просто проверяю, вдруг не работает. Снова проверяете? Нет, у меня серьезнейший вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а что у вас входит в состав пельменей? Вова, ты серьезно? Что входит в состав пельменей? Я не буду есть, что попало. Да ты вчера запивал тушенку водой из-под крана. Так, девушка, мы еще не определились с заказом, можете идти. Вова, я тебя сейчас ударю. Подожди. Да. Скажите, а у вас холодные закуски? Они прям холодные? Просто у меня ангина была недавно. Комнатной температуры. Спасибо. Вова! Успокойся. Скажите, а закуски? Ими прям закусывать надо или можно просто тупо поесть? Вова! Ну, я должен знать, что мы будем кушать. Вова, еще раз нажмешь на звоночек, будешь кушать только через трубочку. Девушка, отдавайте нам два цезаря и пока все. Спасибо. Будет сделано. Долго несут. Готовят, наверное. Я сейчас представляю, что там на кухне происходит. Слушай, Настюша, а давай пересядем ближе к кухне? Зачем? Там вид шикарный просто. Вова, ты сидишь возле панорамного окна на берегу моря. Какой тебе еще вид нужен? Ну что, окно есть? Ну вот представь себе, вот туда и смотри. Хорошо, что мы все-таки выбрались в ресторан, да? Да, это хорошо. Давно мы так никуда вместе не выходили? Давным-давно. Я прям человеком себя чувствую. Это точно. Бова, а ты куда смотришь? У них что, тут и летняя терраса есть. Господи, Вова, не смотри туда. Так, и сюда не смотри, смотри прямо. Бова, а ну быстро, закрыл глаза. Девушка, посоветуйте нам что-то из десертов. Советую попробовать тирамису от шефа. Очень нежный сливочный вкус, который просто тает во рту. Это просто наслаждение. На все, можно я глаза открою? А то я начинаю фантазировать, так вообще плохо. Да, мужчина, вы что будете? Груду. Грудь. Так, курить грудь. Грудь курить. Куриную грудь. Си-си-си-си-си-си-си-си-си-баса. И сосок. Апельсиновый сосок. Хорошо. И попу с маком. Что вы сказали? Две булочки. С маком. Хорошо, будет сделано. Ой, Настюк, зря я сибаса заказал. Прям долго буду нести, чувствую. А давай я прямо сейчас на кухню пойду и отменю весь заказ. Вовочка, не надо, мы никуда не торопимся. Ну да. Добрый вечер. Что вы делаете? Комплимент от шеф-повара. Вова, ты куда? Я не могу не ответить на комплименты. Сел на место и смотри в окно. Море. Море. Море, да, море. Где это, дельфины? Володя, где дельфины? Да он, там он дельфины. В смысле, Володька, где дельфины? Я не вижу. Да он, стая дельфинов. Да где стая? Какая стая, Володька? Печет. Да он, прям ключом летят. Все, хватит, хватит. Девушка, идите сюда. Давайте, пожалуйста, на стол вашу книгу жалобы и предложений. Что произошло? Хочу пожаловаться. А я предложить. Господи, слушайте, ну что это за странный такой ресторан? Что это за концепция? У нас очень серьезный ресторан. Что-то еще хотите? А мы сейчас, девушка, сейчас определимся, а вы не уходите просто никуда. Ничего страшного, я подниму. А поднимите, пожалуйста. Нам лучше отсюда уйти, правда. Настюша, я бы ушел. Но если бы накануне стояли наши отношения, наша молодая, упругая, сочная семья. Ты понимаешь, Настюш, мы две половинки, а должны быть одним целым. Володька, ну давай будем одним целым, только где-то в другом месте. Не-не-не, нельзя. Мы должны быть одним целым везде. Какие бы преграды не стояли у нас на пути. Да, что-то еще хотите? Да, хотим. Девушка, можно вас? Да, конечно. Скажите, вот это вот вино, оно вкусное? Какое, не-не. Ну вот это вот оно, вино. Покажите пальцем. Ну вот это вино вкусное, оно вкусное. Давайте лучше я с Эмелье позову. О, давайте с Эмелье. Сейчас втроем и решим. Володь, в смысле втроем? Ну ты и я, и Эмелье. Ну что ты? Это самое. Это Эмелье. Добрый вечер. Не обращайте внимания, я из винного погреба, там прохладно. А нам все равно, мы уходим. Да не, ну Володька, ну ты что, давай останемся, все-таки ради наших отношений. Может вам что-то посоветовать? Да, 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 конечно. Ой, посоветуйте нам какое-то белое полусладкое вино. Выбирайте. А заводь и на ваш вкус. Володя, я хочу выбрать. Так, 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 а вот это вино, оно игривое? То есть игристое? Очень. Настя, что ты делаешь? Володька, что я делаю, что я делаю? Ну скажи, что я делаю? Я хочу знать, что я буду пить, что я делаю? А есть у вас шардоне? Шардоне, к сожалению, нет, закончилось. Но я знаю, где найти. Можно меню, пожалуйста? А зачем? А я в ВТБ и обратно. Володька, ну не то, чтобы мне тут не понравилось, просто... Подруга была права, прямо очень сильно захотелось домой, да? Мне кажется, наши чувства снова пробуждаются, Володька. А давай я официантку позову. Зачем? Ну а шо она с нами так хорошо, мы шо, не до свидания даже. Да-да. Девушка, у нас поменялись планы, мы уходим домой. Можно нам мясо и салат с собой? Да. И вот эту вот кнопочку. Очень она мне понравилась. К сожалению, кнопочку нельзя. Ну пожалуйста. Спасибо. Мужчина, ставьте кнопочку. Знаете, в нашей стране есть такая традиция, что когда сын уходит в армию, его провожает отец, дает ему свои мудрые наставления, советы. Но в Израиле могла быть и такая ситуация. Итак, мама провожает дочку в армию. Роза, где ты? Рядовая розочка, к маме шагом марш. Ой, ой, молодец. Раз, два, равнение на грудь. Ой, хорошо, молодец. Роза, как она шагает налево, направо. Ой, кругом. Ай, хорошо. Моя девочка. Мама научит дочу служить. Мама служила, мама знает. Итак, доча, какая главная задача молодой и красивой девочки в армии? Охранять суверенитет государства, быть верной народу Израиля, мама. Тихо, Роза. А шо ты начинаешь с конца? Задача девочка в армии – удачно выйти замуж. Чтоб через два года у тебя был и дембельский, и свадебный альбом одновременно. Поэтому в армии, Роза, жесткая дисциплина. Каждый день причесочка, макияж и выбритые до синевы ножки. Мама, а в каких войсках я буду служить? Ой, а сейчас мы выберем тебе такие войска, шо все будут завидовать. А может быть, артиллерия? Никакой артиллерии. Там так шумно, ты еще оглохнешь, перестанешь слушать маму. Мама, ну мне говорили, шо самые красивые мальчики служат на атомных подводных лодках. Только не это, Роза. Не, ну Бог, конечно, любит всех евреев, но если к обрезанию добавить еще и облучению, из этого ничего хорошего не выйдет, Роза. Не надо. Значит, выходить замуж мы будем в танковых войсках. А почему? Потому что танк — это место, где всегда можно уединиться, Роза. Мама знает, мама — танкист. Еще хорошие десантники. Но там надо внимательно смотреть, как мальчик складывает парасчут. Выбирать надо того, кому парасчут складывает мама. Мама, ну вы такая интересная, как экскурсия по Иерусалиму. Шо? Ну, ну почему ты мне раньше запрещала встречаться с мальчиками и в школе, и в институте, а сейчас так сильно настаиваешь? Роза, а ну не делай мне беременную голову. Представь, мы стоим на остановке, пропустили автобус, пропустили троллейбус, а потом раз, и сразу сели в маршрутку на первое сиденье. Шо? Поэтому слушай внимательно и мотай на то, что мы сегодня тебя депилировали лазером. Перейдем к физическим упражнениям «Бег на месте». Давай. «Бег на месте» — очень важное упражнение. Во время атаки он спасет тебе жизнь, Роза. Самое главное — не надеваем на пробежку лифчик. Почему? Чтоб сразу было видно, кто из офицеров нам друг, а кто импотент. И еще. Во время марш-броска камуфлируем лицо под свет земли. Мама, ну зачем? Роза, для любого израильтянина земля — это святое. Вот по этому узкому религиозному коридору мы и попытаемся завести отношения. Ну-ну, мама, ну я вам нести на плача. Ну-ну-ну, хватит меня запихивать свои желания. Что значит «хватит», Роза? Мама хочет красивых и здоровых внуков. Поверь, мама тебе, сама себе плохого не пожелает. Давай, упор лежа принять. Упор лежа. Ползем по-пластунски. Попу выше. Выше попу. Роза, попу. Мама, ну ее же увидят в районе. Ну ее увидят и наши. Мама ползала, маму увидели. Давай, Розочка, налево. О, направо. А, кругом. Ой, молодец. Молодец. Ну-ну, зачем я это делаю? Ну, Роза, пусть мальчики сразу видят, что в семейной жизни ты готова к разнообразию. Иди сюда, я имею тебе что сказать. Ой, Роза, ты не знаешь. Помнишь Зину с сорок пятым размером ноги и минус третьим размером груди? Ну. Так вот, даже она умудрилась выйти в армию замуж. Ты что? Ночью пробралась на склад и прикинулась ящиком тушенки. Ну как? Ой, Зине, это было нетрудно. Что ты думаешь? Через два дня она была обнаружена на квартире у прапорщика. А там прапорщик накинулся на тушенку. Тушенка накинулась на него. Такое вытворяли. Сейчас у них пятеро здоровых деток. Но, Доча, мы красивые, мы гордые. Поэтому никаких прапорщиков, только генералы. Как отличить генерала в толпе? Их нет в толпе. Молодец. Молодец. Молодец, моя девочка. Еще запомни, Роза, когда будешь пить из фляги, всегда оттопыривай мизинчик. Помни ты, внучка профессора. И еще, Роза, во всем старайся быть похожей на дедушку Фиму. Вот это был герой. Во время войны посадил горящий самолет прямо в пункт приема металла. И орден получил, и хороший день. Вот это да. Роза, подытожим. Какая задача на первые полгода? Стать отличником службы. Роза, не расчесывай мне нервы, Доча. Задача, чтобы через полгода у нас было 16 недель беременности. Поэтому в армии поменьше направо, а побольше налево. Роза, давай, с шагом марш в армию. Ай, как она шагает. Вы видели? Вы видели, как она шагает? Это моя доча. Я вам так скажу. Если бы во времена Моисея все так шагали, мы бы не за 40 лет, мы бы за полгода были там, где надо. Все, пока. Мы с девочками решили дальше по максимуму повышать уровень звездности гостей. Поэтому прямо сейчас, девочки, спокойно встречайте. Дима Монатик! Дима, привет! Давай целоваться! Привет! Добрый вечер! Боже, как много людей! Сама в шоке! Как я рад, что женский квартал собирает так много людей! Спасибо вам за то, что пришли! Дима, смотри. Все знают, что ты танцуешь и поешь, да? А вот нам с девочками стало интересно, сможешь ли ты рассмешить человека. Но при этом не танцуй и не исполняй своих песен. Задача такая. Ты будешь пытаться рассмешить человека. Человек будет пытаться рассмешить тебя. Кто кого рассмешил, тот и выиграл. Это понятно? Да. Итак, на сцене женского квартала в роли Монатика Монатик. В роли человека Елена Кровец. Рассмешить Елену Кровец. Димочка, я счастлива. Не, да. То есть, смотрите, друзья, сейчас Дима и Лена прочитают одинаковое количество коротких шуток друг к другу. Кому удастся рассмешить соперника, тот получает бал. Балы у нас будут на табло. Соответственно, предположим, если Дима читает шутку, Лена засмеялась, Дима такой, ес, у меня есть бал. Понятно? Так. Кто хочет начать, я не знаю. Ну, давайте, давайте. Да, мы вперед. Ну, хорошо. Так. Что сказала девушка после первого секса с Монатиком? Начинай, я готова. Хорошо. Есть. Все, Лена получает один балл. Я понял, мне нужно быть сдержаннее. Конечно, Дима. Дима, держись. Ты не должен смеяться. Хорошо, сейчас я соберусь. Просто, ну, очень острые шутки, да. Так. Что будет, если жена Владимира Зеленского забеременеет? Что? Выйдет новый фильм «Слуга на родах». Ладно, Димка, давай. Я готов, да, да, готов. Где Монатика, видели в двух шапках? А где? В бассейне. Да что ж такое, Дима, держи себя. Я забываю, что нельзя смеяться. Дима ведет себя естественно. Пусть дальше смеется, конечно. Мы выигрываем, девочки. Кто остается с дочкой Ляшко, когда его нет дома? Кто? Скот и няня. Дима, наконец-то получает первый балл. Лена, ты смеялась, себя видела. Когда Настя Каменских решила, что пора начинать сольную карьеру? Когда? Когда было уже поздно. Что общего у ног пенсионера и старых выпусков квартала? Понятия не имею. Крутят и крутят. Крутят и крутят. И крутят, и крутят. Мне не смешно. Что вы там добавили? Друзья, смеялась Лена или нет? Потому что я не могу понять. Смеялась Дима, получает балл. Нет, нет. Ну хорошо, ладно, два-два. Очень даже сдержалась. Хорошо, хорошо. Поехали. Что общего у собаки Оли Поляковой и Монатика? Ну, я мог бы догадаться, но что? И тот и другой может легко пробежать между ног Оли Поляковой. Давай, Димка, жги. Ответку. Лена, что у тебя боятся спросить другие актрисы женского квартала? А что? Они боятся спросить. Лен, а как жилось при СССР? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно, Димочка. В каком году у Винника было больше всего женщин? Даже не могу догадаться, когда? В каком? В высокосном. Ну-ну. Я начинаю привыкать к этому юмору. Итак, давай. Да. Что общего между актрисами женского квартала и губами Светланы Лободы? Что? Их слишком много. Дима Матик получает один балл. Так, хорошо. Ладно, Димочка, готовься. Сколько человек в группе мозги? Сколько? Когда как? Готовьтесь. А что считает Елена Кровец перед сном? А что? Что она актриса. Дима Матик балл, однозначно. Лен, ничего личного. Ну ладно, хорошо. Что будет, если скрестить Потапа и Надю Дорофееву? Скандал. Дима, давай мы ее сделаем. Ты посмотри, как завелась. Ну-ну. Давай, Димочка, читай. Какие сказки рассказывает Лена Кровец детям на ночь? Что ж такое? Ну? Что она в женском квартале самое главное. Я согласен. Ну я нет. Это шутка. Это шутка? Нет. Да-да, она самая главная. Ладно, хорошо. Идем дальше. Что произойдет, если Манатик найдет у себя на участке нефть? Интересно, что? Он станет нефтяной магнатик. Хорошо. А что, у нас ничья, что ли? Все. О, вы посмотрите, как мы не говорим. О, лучше не придумаешь, да? Ну, Дим. Ай, класс. Спасибо большое. Сегодня сражались Елена Кровец и Дима Манатик. Когда жена беременна, мужу для того, чтобы утолить все ее капризы, нужно научиться творить чудеса. Дорогая, я дома. Что, дорогая? Где ты ходишь? Никита, я говорю, у нас сегодня гости. Где ты ходишь? Как где? Я в магазине был. В каком магазине? В который ты меня послала. Ты что, не помнишь? А в нашей семье, видимо, я должна все помнить, да? Ну, а кто еще? Я надеюсь, ты все купил? Конечно, все. Все, что я просила, да? Да. И все, что написала, да? Да. И то, что потом вспомнила, я смс-кой скинула, да? Конечно. И то, что вспомнила, но забыла скинуть, да? Конечно, это я тоже купил. Хорошо. Тогда дай мне шоколадный батончик, ты же его купил. Батончик, не вопрос. Вот, это нац, как ты и просила. Никита, я ненавижу нац. Марс, не вопрос. Еще лучше. Марс, там куча глютена. А я, между прочим, ношу твоего ребенка, мне это все нельзя. Хорошо, смотри, вот, вот Сникерс. Фу, Сникерс кушай сам. Ну, зачем ты это сделал? А если я через пять минут захочу Сникерс? Извини. Ой, Господи, так, ладно, дай я сама посмотрю, что ты там купил. Смотри, смотри, все, смотри сама. А, ну, конечно, да, значит, беременной жене шоколадку ты не купил, зато пиво себе любимому ты купил. Это не пиво. Подождай. А сейчас, секундочку, я тебе водички налью и подам тебе яблочко. Никита, я уже хочу яблоко. Секундочку. Держи. Спасибо. Дорогая, вот твоя водичка. А я не хочу воду. Ты ее так долго наливал, что мне уже не хочется. Я хочу сок. Ты купил? Конечно, дорогая, я купил. Как ты и просила? Вишневый, да? Да, конечно, вишневый. Налей мне стаканчик. Вот, смотри. А ну. Вишневый сок? Мог бы и догадаться, что я захочу томатный. Томатный? Не вопрос. Вот тебе томатный. Хотя нет, ты знаешь, соки, там, кислота, это вредно. В моем положении надо пить молоко. Молоко? Правильно? Конечно, дорогая. Вот тебе даже молоко. Держи. На здоровье. Спасибо, дорогой. Хотя, конечно, не уверена, что молоко это то, что я хочу. Никита! Ты что там, коньяк за моей спиной тихонечко пьешь? А что это? Это не коньяк. Покажи. Это просто молоко, дорогая. А жаль. Я бы сейчас коньяк бахнула. Коньяк, не вопрос. Ну мне же нельзя, Никита. Я же... Извини, забыл. Забыл. Бесишь меня сегодня. Никита, что это на полу сейчас валяется вот здесь? Как что? Это носки. А чьи это носки? Мои носки. Так а что же не валяются? Так ты что, не помнишь? Ты вчера их сама надевала. Ну, а носки-то твои, правильно? Значит, кто их должен убирать? Ты, Никита? Убери, пожалуйста. Бесишь меня прям не могу, слушай. Ну и где мой сок? Извини, пожалуйста. Вот, вот держи твой сок. С трубочкой. Сейчас, секундочку, сейчас будь с трубочкой. Вот держи с трубочкой. Ну куда ты на диван тащишь, ну раз зальюшься? Поставь до стол, не беси меня, ну. Поставил. Ну и как я его буду пить? Ну как? Встань и попей. Все просто. Ты не понимаешь меня, да? Что ты вообще от меня хочешь? Ты можешь нормально сказать, и я все пойму? Я хочу сидеть здесь, а пить там. Хорошо. У меня есть одна идейка. На, пей. Никита, а зачем ты себе такую фигню домой покупаешь? Почему сразу фигня? Ты ей пользоваться будешь? Да не буду я ей пользоваться. Сколько ты денег потратил? Да там вообще по мелочам, на самом деле, неважно. Так. Дай мне чек. Я тебе не дам чек. Дай чек, Никита. Нет, не дам. Так, Никита, дай чек. Никита, ты серьезно сейчас? Так, а ну дай сюда. Никита, ты что, ты издеваешься сейчас выда мной? Я надеюсь, что это не чек из магазина. Так, я говорю, ты посмотри на него. Спасибо. Беспорядок устроил. Сейчас гости придут. Молодец, спасибо. Я все уберу. Убери, пожалуйста. Я убираюсь. Убери, не беси меня. Не нервничай только, пожалуйста. Кстати, о гостях. Я же тебя просила мартини купить. Где? Мартини все есть, все есть. Ну где? Вот, мартини. Одна бутылка, да? Там Валик с Ромой собирались прийти. Карпенки. Дядя Игорь с Житомира. С женой. Ладно, с тобой все понятно. А где мой брат? Не знаю. Артур. 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 А что это за внешний вид, не смею спросить? Я же предупреждала. Будут гости. Ты так их будешь встречать? Или что? Я не пойму. Отлично. Как всегда, ничего не успели. Зашибись. Ой, Русь, привет. Привет, привет. А что это? С шариком пришел? А для кого это? У нас дети, может быть, есть. А нет детей. Я их еще не родила. Прикинь. Боже, как это мило. Спасибо. Учись. Человек знает, чего хочет женщина. Это женский квартал. Спасибо. Какие не здесь смеются над собой. Да, и следующий номер посвящается тем женщинам, которые ждали-ждали. Ждали-ждали своего мужчину. Ждали-ждали. И не дождались. Ты словно с неба спустился. Началось. Остань. На пол упал, как звезда. Тебе в рифму ответить решили? Милый мой в сопли напился. А, вас двое. Милый мой в сопли напился. Короче. Просто по будням. А, втроем, да? И в праздник. Милый мой в сопли. Как всегда. А-а-а-а. А-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а. Он меня заставил. Что такое? А-а-а. А-а-а. Что скучно, да? Скучно, да. А-а-а. 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 В сопли напился. Просто по будням. Я могу. И в праздник. Милый мой в сопли. Я имею право, у меня выходной. Как всегда. А-а-а-а. А-а-а. Не, ну шо вы прицепились к несчастным мужикам? Шо-то может быть случилось, и решили по сто грамм. Я скажу вам по секрету. В непростой судьбе мужчин поводов не выпить нету. Целый перечень причин. Просто было настроение, просто не было его. Отмечали повышение, не с фабкорном же в кино. У Сереги сын родился, теща Коля умерла. За сверлом в гараж спустился, только не было сверла. Он не пил бы это пиво, просто жуткая жара. То свело вокруг красиво, то промок, была гроза. Ну не грех такую стужу, ты на улице была. Целый день, блин, тучи тружат, вот такая голова. Кто же тут расположился? Я и шо? Нежно обняв унитаз. Ты видела, что меня махит? Милый мой в сопли напился. Милый мой в сопли напился. Просто по будням и в праздник. Милый мой в сопли напился. Да вообще он парень славный, ты мозги ему не парь. Я молчу про православный, глянь в обычный календарь. Новый год сейчас отметит, а вот с третьего в завязку. Ну девятое сегодня, вот с двадцатого как раз. Он же по чуть-чуть, не пьяный, просто очень сложный день. Тещу как зовут? Татьяна. Ну поздравил, ясен пей. Раз в году, ну че ты, жалко. А чего сейчас бухнул? Помнишь, зимняя рыбалка, год как чуть не утонул. Да он пьяный, как скотина, виновата ты сама. Кто вчера в день Валентина предложил купить вина? Двадцать третье. Отмени. Он же бывший офицер, в общем ждет он поздравления, в этом плане староверт. А восьмой шефный праздник. Ну а нам же с тортом чай. А в четверг, чтобы обезболить, вывих правого плеча. Вы бездушные создания, май, природа, шашлыки. Я немножко за компанию. За носите, мужики. О, день знаний в них же спила, силы где второго взят? Сейчас вот с физруком два пила, ну и все, хребуха. Ненадолго нас хватило третьего, опять бухнул. Просто Миша Шуфутинский календарь перевернул. Отгуляли, фух, октябрь, с понедельника в спортзал. В смысле, как уже декабрь? Сложным год был, под устал. На столе коньяк быть должен, это ж Новый год змеи. В Рождество и с язвой можно. Еж не в сопли, не ори. Милый опыт на копе. Все, что могу захотеть. Если мой милый не в сопли, все мы успеем. И нежным будет наш вечер. И даже мы в караоке сможем спеть. Мы сможем, мы сможем. Йо, Кима, выда! Swarming my pain with this speaker. Йо, Кима, го! Sitting my life with this world. Пуча, это фильм, я, йо! Киллень мне softly with this song. Киллень мне softly with this song. Теллень мне whole life with this voice. Киллень мне softly with this song. Я, йо, 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 йо! Отстань, у вас все, противный ящик. Я и без этого ящика знаю, что я пью великолепно. Дамы и господа, ваши аплодисменты нашим прекрасным вокалисткам. Наши певицы Марта Адамчук, Лали, Элина и Вера Кикелия. Поехали, йо! Даже среди мам встречаются такие персонажи, которых в народе прозвали «Я же мать». Если вы не понимаете, о ком мы, я скажу. Я же мать — это такая мать, которая мать, ее мать, какая она мать! Она считает, что весь мир вращается вокруг нее и ее ребенка. Очень страшно, очень страшно повстречать на улице такую «Я же мать». Но еще страшнее, когда одна «Я же мать» встречает такую же другую. Ой, ну какой же ты хорошенький, мой буси седьмой. Ну как ты там, а? Ну скажи маме «Бу-бу». Ну скажи маме «Бу-бу». Ну скажи, зайчик, это «Бу-бу-бу-бу». Сыночка, подожди, чуть-чуть. Вот что-то я не поняла. Это у кого-то капиллярчики в глазиках полопались, да, после родов? Что кто-то ослеп и не заметил, что перегородил дорогу моему принцу? Нет, это просто у кого-то столько силикона в губах, что он уже внизу в радиусе двух метров ничего не видел. И не заметил, что ее корыто перегородило дорогу настоящему королю. Ага, кажется, я поняла. У кого-то просто мозгов не хватает сообразить, что даже какой-то там королек обязан уступить дорогу ребенку Индиго, ребенку Вундеркинду. Так что свалила с дороги, дала проехать Генриху. Ох, Генрих. Генрих. Генрих Тарасович Галушка. Тарасович Галушка, да? А я смотрю, Индиговы в первом поколении, да? Видишь, с кем тебе придется общаться, Леон Францевич? Лео. Лёва, что ли? Не Лёва, а Леон. В честь моего мальчика во Франции город назвали. В честь моего в Англии в 16 веке короля назвали. Между прочим, мой пупсик такой гениальный, он даже в памперс ходит, так? Не отличишь от раннего Моне. А Леон вообще не писает, а мироточит. Кто мироточит? Вот этот вот шипсдик? Так. Вот мой реально святой. Его даже покрестить не могли. Его батюшка в водичку опускает, а водичка перед Генрихом расступается. Вот чудо. Пукнул, наверное. Спокойно, Генрих. Спокойно. Гения может обидеть каждый. Ох, гений. Да, гений. Между прочим, он у меня 11-месячный. Что? Да. Я специально два месяца терпела, чтобы он в один день с Эйнштейном родился. Это же в какой день? В понедельник. И, между прочим, у меня он не только гений, он еще и у меня и звезда. Недавно мы сняли с рекламы погрузников. Да ты ж, да. Лицо на попу похоже, да? Ну, в принципе, есть в кого. Ах ты, коза. А ну, свалила быстренько. Или ты думаешь, я постесняюсь тебе втащить? Я, которая в метро в час пик, не моргнув ни глазом, достаю свою сисюню и кормлю бубочком. Да я в это время еще свободной рукой вторую стяживаю. Да у тебя там есть чего стяживать. Есть. Нету. Ты знаешь, мастюсечка, ты даже матерью назваться не можешь, потому что мать — это я. Я. У меня моя зайчка. Когда спит, у меня дома все на цыпочках ходят. Все. Даже дед, который пять лет лежал, встает и на цыпочках ходит. По дому? Да я такая мать, что у меня газонокосильчики под окнами, пока мой принц спит, превращается в газона аккуратно траву пальцами вырывальщика. И ты называешь себя мамой. Вот я мать. И я пупочек своего зайчика сохранила. Я волосик первый зайчика сохранила. Я ноготочек первый сохранила. Да что там ноготочек? Коколечку первую в рамочках под стеклышком держу. В рамочке под стеклышком? Да. Вот кулончик с коколечкой. Фу! Мать, которая пятнадцать часов схватки без анестезии терпела. Ох, схватки до меня кисарели без анестезии. Да я сама себя кисарила без анестезии. Потом сыночка достала, пуповинку обрезала, помыла, груди приложила, покормила, и только потом я сама себя зашила. А вот как хорошо, что ты сама себя можешь зашить. Это тебе сейчас пригодится вообще. Опять собачитесь? Прикерла. Ну и как ваши щенки? Ну, во-первых, не щенки, а бубочки. Вот мой сегодня зайчик сказал первое слово. Да вы что, прелесть какая. Да, да, мама. А ему всего четыре месяца. Так долго не говорил. Мой просто два месяца уже всю семью называл. Слушайте, какие они у вас молчуны. Мой просто еще в животе начал говорить. Да, я помню, вы с ним на УЗИ пришли, а он оттуда, всем привет, я мальчик. Ой, что-то вы рассказываете. А ну пусть что-нибудь скажут. Да, да, да. Дорогуша, он спит. Мы просто с самого утра в магазине обувь выбирали. Пошел недавно. В три месяца, да. Ну почему в три? Пошел он раньше. Мы просто только сейчас решили обувь купить. А лично мой сам за обувью ходит. И мой? А вот мой недавно картину написал, да. А ваш Ириша пока только фломастеры ест. Ничего он не ест. А ротик почему фиолетовый? Это муж его приучает постепенно к вину. Ай, и не рано. Вообще не рано. В Италии он всегда деткам по чуть-чуть наливают за обедом. Да-да, наливают. Мой сам берет, такой бокальчик поднимает, и такой вот. Слушайте, ну меня бы смутило, когда четырехмесячный ребенок пьет. И без тоста. Мы просто недавно начал тосты говорить. Ну а только по праздникам. Тренер запрещает ему много пить. Какой еще такой тренер? Мы его в секцию карате отдали. Какой это такой карате? Ну для грудничков. Не, ну а что, руки, ноги есть, да? Ну, подумаешь, грудничок. Действительно, конечно, если ребенок не умеет, то да, надо отводить секцию. Лично мой сразу все умел. Вот мы идем вчера, а на нас два пьяных хулигана напали. Кстати, может это ваши хулиганы были? Так мой выпрыгнул из коляски и всех раскидал. Раскидал. Да мой вообще нож! Что? Ну так, на всякий случай. Один? Просто у моего два? Ну ладно. Нам некогда болтать, мы идем на лекцию «Как вырастить гения». Ну, расходите, вам полезно послушать. Это вам полезно послушать. Мой ее читает. Тоже мне, мать. Так так и вообще запрещать, рожать надо. Все, пропускай меня. Я? Я тебя? А ты меня? Да я сейчас мужа позову, он тебя в землю живьем зароет, ясно? Да пускай сразу себя отроет, как с моим встретится. Тарас, иди сюда! Сережа, почему тебя нет рядом, когда ты так нужен? Ой, подождите, мне послышалось, Сережа? А как же Францович? Все верно, Францович. Он просто был зачат в Париже. Ну, судя по твоей логике, тогда у меня тоже Генрих не Тарасович, а Яхтович. Что ты рассказываешь, глядя на тебя максимум резинолодкович? Тарас! Сережа! Что? Что? Где? А ну, держись, челпы! А ну, иди сюда, я тебя порву, тебя снафи! Ты понял, иди там! Добрый вечер. Здравствуйте. Вы меня, извините, вас не сильно за шею взял. Нормально. Вы меня, золпыря, извините. Но я вижу, вы понимаете. Да я все понимаю! Ты понимаешь? Мне кажется, это ты чуть-чуть не врубаешься, ты понял, да? Это как раз я все понимаю! Че с ногой-то? Во время дневного сна байкер во дворе. Но я говорю, пойди разберись. Разобрался, блин. Олей, ты понял, Тотя? Да ты баран! Поняк, иди сюда! У тебя что с головой-то? Да вчера в парке гуляли, а там фанаты шахтеры Динамо денутся. Слышь, уроды, хватит орать, ребенок спит, сейчас бошки поотрываю. Да ты с ума сошел, такой и мараж. Орала она, я получал. Ну ладно, будьте здоровы, приятно познакомиться. Да, все, давай. Понял? Да ты слаба, я тебя не понял! Чтоб я тебя не видел, больше! Пошли, молодцы! Да, но нам туда. Нам туда! Нет, нам туда! А нам туда! Идите по моему дорогу! И орою! Иди, вроде, покорми! У нас есть безвиз, и мы можем свободно летать в Европу. Правда, есть один нюанс. Прежде чем полететь на неделю моды во Франции, нужно сначала съездить на два месяца клубники в Польше. Но в любом случае, чем больше людей пересекает границу, тем больше интересных случаев происходит на таможне. Здрасте! Здрасте! Вот, пожалуйста, документы. Куда летите? На фестиваль «Волшебная палочка-2019». Звідки? З фестиваля «Ахалай-Махалай-2014». Так вы фокусник? Да. А эти цветы, кстати, вам. Ух ты! Я так понимаю, вы на фестивале не первое место заняли. А там вообще все сразу, знаете, не так получилось. Сначала голуби в рукаве задохнулись. Потом палец себе откусил. Да. И потом коронный номер не удался. В общем, полный. Нет. Вот. Ага. Ясно. Что вы взяли с собой? Ничего, отработанный материал. Я же говорю, эти голуби задохнувшиеся в рукаве. А-а-а. 30 метров алюминиевого каната для левитации. Так его же видно. Ну, так и билеты на мое шоу недорогие. Вот. Кролик в цилиндре, кстати. Ха. Тоже затихнулся? Не, вы шо, живой. Напугали меня. Ясно. Но вы сами липите? Не, я с женой лечу. Там такая ситуация просто. Какая? Сейчас, секунду. Завозите! Алло, где вы? Дорогая, как дела? Все хорошо у тебя, моя крошка? Да. Вы знаете, замки заклинило, вот так и летаем теперь. Женечка, можно побыстрее? Я очень в туалет хочу. Да, девушка, у нас все в порядке с документами? Так, все в порядке. Можете проходить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Все хорошо. Да, мы поехали. Да, поехали. Эй, Женя! Ты ничего вообще не забыл? Ух ты, получилось! И как всегда вовремя. Сейчас заберу ноги. Так, 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 стоять, мужчина! Что такое? Не положено верниться за линию. Да я ноги с женой своей заберу и все, чтобы... Так, по документах ваша дружина уже прошла паспортный контроль. А на эту часть, сыну, потряснили еще документы. Я же вам рассказывал про неудавшийся фокус. Мужчина, цей фокус тут теж не получится. Вы же видели ее паспорт, господи! Да, бачила. Вона была на фотографии по пояс. Вот по пояс вона и пройшла. Женщина? А нік на фотографии не было, так что не треба мені тут, а! Ля-ля-ля, женщина! Женщина, пожалуйста, не задерживайте нас. Мне очень нужно в уборную. А вас никто не затримует. Можете идти собі, куди вам там потребуется. Так вы мне ноги верните, я и пойду! Я вам ще раз пояснюю. Ноги без документів кордон не перетнуть. А може на них кримінал, а? А може вони по коліна в крові? Женщина, а можна, пока вы будете проверять наши документы, мои ноги сходят у вас на вашей стороне в туалет? На нашій без проблем. Славик! Славик, где же ты? Женщина, це не беспредел, це конфискат! Потому що нельзя через границу возить бутерброди, мои любимые, з божениною. Тут є помидорка, колбаска. Тут у меня... Что, Танюха? Ой, Славик, спецзавдання тобі. Ага. Бери ноги в руки и відвези їх в дамскую кімнату. Женщина, подождите, вы что, шутите? Вы хотите, чтобы мужчина мои ноги сопровождал? Да неизвестно, что у него на уме. Шановна, просто вы погано знаете Славика. У него на уме тільки одні кросворди и бутерброди. Бутерброди. А, бутерброди. Пожалуйста, можна лучше вы? Ладно, Славик, постій тут я відвезу. Ой, 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 что вы делаете? Перевіряю, ваші, не ваші. Мужчина, скажите, пожалуйста, а у вас єсть связь с этой женщиной? С кем? С Танюхою? Я вас умоляю. В раздельміне давно разгаданий кросворд по горизонтали. Ну, там пару раз по вертикали було, конечно. Я имею в виду, есть у вас єй телефон, с ней связаться или рація? Вам зачем? Ну, щоб понять, когда мне уже можно. А, понятно. Танюха, доложи обстановку. Толик, я вже в дамській кімнаті. Можна, п'ятюнька йти. Пасіба. Толик, тут всі кабінки заняті. Що? Я не могу вже більше. Пожалуйста, що мені делать? Та пожартувала я Славку слухусь. Птичка в клітці, все, вертаюсь. Птичка в клітці. Квартира птички, клітка, ой дебил. Мужчина, у вас, конечно, шуточки. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Да, будь не близкий. Ну, шо? Жіночко, з полегшенням вас. Где мои ноги? А, ноги. Ну, дивіться, тут ситуація така, значить. Я зупинилася руки помити, так? А ваші ноги як ломанулися на склад. А ти давай там стояти від ліком, зі скатом, поки ви всі документи в порядок не приведете. О, о, ой, 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 ой. Що случилось? Мені кажется, що мои ноги хтось а-а-а, ой, ліжет. От собака. Хто собака? Собака, собака, собака в наш склад забігала. Она бы так наркотики шукала, как ноги облезут. Сейчас я разберусь. Давай, давай, Славик, разберись, давай. Послушайте, женщина, может, как-то договоримся? Вы что, мне взятку пропунуете? Ни в коем случае, вы что, фокус! Фокус, смотрите, я кладу 100 баксов в свой боковой карман. Так, а теперь вы проверяйте, что у вас в боковом кармане. Ого, это уже интересно. Вот так бы сразу, да, вот так бы сразу. Ну вы что, охренели, а? Охренели, что случилось? Опять кто-то мои золчили, что происходит? Славик, что там с твоей собакой? Танюга, да я уже давно собаку выгнав. Сейчас пытаюсь понять, на что она ноги облизывает. Мужчина, вы вообще какой-то странный. А у вас крем для ног шоколадный. Что так, послушайте меня внимательно. Что? Знаете, так, может, это прозвучит глупо, но если хотя бы один волос упадет с ее на их, я вас по судам затаскаю, понятно? Все, мужчина, не треба кричать. Иду вам на встречу. Значит так, одну ногу я вам выдам, а вторую? А вторую залишиму в залог. А вы, как долетите, то вишлите документы. Не забудьте, обязательно нужна доводка из СБУ, что ваша нога не въезжала в Крым с боку России. Зрозуміло все? Так, так. Счастливого полета, прошу. Слушай, дорогая, ну может, оно и к лучшему, станем знаменитыми и нас по СБУ покажут. Значит так, как только у меня ноги, я вернусь сразу от тебя, уйду, понял? Нормально, Таню? Слайд, ну ты шо, придурок, чи шо ты нашу, ты дом с кіною собі надела? Удобно, и ноги шоколадом пахнут. Понюхай. Да понюхай. Слайд, так, как и по които, Танюшовцы?